Приветствую вас! Давайте удостоверём ваш вопрос, который выдаёт. Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать, что у вас отсутствует смысл. Ну, просто отсутствует смысл, для чего бы вам делать всё то, что вы делаете. То есть, зачем? Вот этот вот ключевой вопрос. Зачем? И, соответственно, ситуация здесь очень важна. Зачем это всё? Зачем это делать? Зачем вы сейчас? Какая у вас глобальная цель? Потому что основное то, что я вижу, это именно отсутствие мотивации. Сколько-нибудь такой вот серьёзной адекватной мотивации. То есть, именно чувствование. Чувствование того, что вам важно. Чувствование того, что вам цель. Ну, следующее, это подавление чувств. То есть, вы свои чувства как-то подавляете. Вот. И это тоже очень мешает. К сожалению, вам. Ну, не может не мешать. Но, на самом деле, там и что-нибудь понятно. То есть, если вы, если вы себе подавляете, что-то так оно, так и будет, собственно, подавляться. Ну, вот. К сожалению, вот. К сожалению, вот тут вариант. Ну, тут вариант исследовать то, что в армии подавляется. Вот. И дальше потихонечку учиться, может быть, ну, как-то себя слышать, учиться. Это вот как-то к себе прислушиваться. Вот. Учиться обращать на себя вот внимание, да. Вот. Такой момент достаточно важный здесь, на мой взгляд. Вот. Это то, что хотелось бы вам сказать. А, ну, совершенно очевидно, что вы себя обесцениваете. Вновь, совершенно очевидно что вы себя обесцениваете. Сейчас очевидно, что данное обесценивание является таким... своего рода тотален, но с возрастом растало, очевидно, я не знаю, зачем вы шли в психологию, да, то есть с чем был связан выбор профессий, такой выбор профессий с чем был плен, потому что, ну опять же, какая-то мотивация наверное у вас была, когда вы начинали учиться на психологии, вот, теперь вот, не совсем, понятно, да, не совсем понятно, значит, собственно, для чего вы, ну трудно строгать начинку человек, вот, ага, ну, для чего и чтобы, чтобы что, вот, вот, это, ну, такой вот, достаточно важный, как мне кажется, вот, а, что еще, на что еще можно обратить ваше внимание, ну, что остальное, то, что я опишуете, вот, ваши, ваше отношение к бардаку, к победению, вот, с другими людьми, вот, и возможности сделать то, что нужно, может быть то, чего хотелось бы, может быть, да, то есть тут какая-то такая стопка здесь, как мне кажется, вот. Вот это, конечно, такой тонкий момент, ну, чего-то вам нужно это делать, я имею в виду обоценивать, обоценивать себя, обоценивать то, что вы хотите, ну и вот всё-всё-всё-всё в этом духе. Вот, поэтому, поэтому, собственно говоря, я и думаю, что нужно рассматривать вашу историю. Не, ну, вот не так, как вы, вероятно, предлагает это всё это сделать, а всё-таки рассматривать вашу историю. И историю, ну, может быть, что более рассматривать, может быть, более рассматривать, именно, вот, ну, в контексте того, что с вами происходило, да, в контексте какого-то опыта, может быть, который вы глобально имели в своей жизни. Ну, вот, сейчас вы пишите, что у вас это 10 лет, а, ну, что 10 лет у вас происходило? Ну, вот, это, ну, вот, какой-то, вот, очень важный момент. Вот, вот, 10 лет назад, что происходило? Вот, 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 если надо, чтобы, собственно, какие события, вот, какие у вас происходили моменты? То есть, ну, мне кажется, достаточно важно для понимания. мне кажется так. Опять же, опять же, я не буду вот так наверняка, да, но вот так не надо видеть, пока он умеет. Вот, значит, что еще можно сказать? Наверное, сейчас имеется наше вычитать немножко то, что вы описываете. Во-первых, сочетание депрессии, это всегда диагноз, не совсем понятно, если у вас этот диагноз, соответственно. Если диагноза нет, то и говорить о том, что у вас именно вот сочетание, как вы и сказали, депрессии, наверное, было бы не совсем корректно. Потому что депрессия это заболевание, вот, заболевание, соответственно, диагностируется врачом, вот, и уже врач назначает лечение. А у вас ничего такого нет, судя по тому, что вы говорите на суде, потому что вы его описываете. То есть вы спрашиваете, к кому обращаться. Ну, наверное, я подразумеваю, что врачи вы не обращались. Это есть подозрение на депрессию, но это достаточно ярко проявляется, ну, то есть вот, на ответ биологические такие вот моменты. То, на мой взгляд, конечно, нужно, 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 нужно поработать. То есть, не бояться, да, не бояться обратиться и, и, как бы, пройти лечение. Лечение. Вот. Ну, опять же, это всё про условие, если вы на самом деле хотите проблему лечить, как я уже сказал. Ну, пока, пока что вам её, на мой взгляд, решать не зачем. То есть вот, просто, натурально, не зачем решать проблему. Не зачем вам выходить, выходить из своего состояния, в котором меня хоть просто нет, В общем, ну, всё, ну, всё, что вы выиграете от этого, что вы приобретете. На мой взгляд, по качеству раз в этом нет никакого смысла. Дальше. Искать годный, использовать постепенно, то есть, изначально не устраивать и прочее, А, и прочее, обычные действия не помогают, ведь, уменьшают, даже, самая депрессия и самокомпания. Ну, здесь, равенство того, что вы понимаете, под самокомпанием и депрессия, потому что, как бы, вы здесь это, как-то, объективизируете, что ли. Ну, типа, это же не от вас зависит, а не от вас отдельно находится, самокомпания. Это ваш выбор, себя копать и ваш выбор, себя обвинять. Например, это ваш выбор, себя, допустим, мечевать за какие-то действия. Это ваш выбор, ставить, ну, ставить себе, например, какие-то требования. А потом эти требования не выполняются. Ну, просто там. Потому что, потому что нет такой возможности объективно и так далее. Вот, опять же, здесь речь как будто бы идет, знаете, о том, что психология называется вторичный выгод. Я ничего не хочу сказать, без фронт. Ну, выглядит, выглядит это все вот так. Таким образом, по крайней мере, по крайней мере. Вот. Дальше. 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 Все что вы понимаете. Понимаете? Я и с каких пор психолог ставит диагноз, что свозит больше, как психиатр. Я считаю, что стоит обратиться к специалистам, так как сам не могу видеть данные ситуации. Один момент я хочу что-то именить, а то стык понимает, что ремни в один транс не выходят, если дело хорошо получается, тогда к нему интерес потеряется моментально. Если дело сложнее и не выходит, то она отталкивается. Но обратите внимание, они здесь. Ни подчеркивают им, и ловится, и факт, от результатов, и от брата. И висарь это ориентировано, но то, что Называется адвокат. Для вас важный результат, а не процесс, чтобы успешно заниматься деятельностью какой-то. Можем именно ориентировать на процесс. Дальше. В 84 мне сильно понравилось, потому что результат не такой. Так у меня бардак. Ну бардак это похоже на то, что вы реагируете на внешний стимул. То есть вы чувствуете с тем, что вы должны что-то. И реагируете бардаком. Ну объясняете, объясняете то, что мне все равно на чужое мнение плевать и так далее. Ну это неправда. Был бы ответ. Но чужое мнение, ну вы бы не теряли бы интерес к телу. И не говорили бы самое главное. Что делать получается хорошо. Вот. Как бы. Хорошо. Это, извините, оценка. Дальше. Дальше. Чтобы я понял. Среди разные. Вкусы разные. У нас прибыли и прочее. Ладно. У нас плевать как-то выглядит все очень неугадочно. Опять же здесь вопрос не в том, чтобы всем гаскать, а здесь вопрос в том, чтобы его делать для себя. Вот. В какой момент, то есть человек что-то делать не легко вот. Он не всегда. И вы здесь, по сути, демонстрируете, я бы сказал, вот как раз, вы здесь демонстрируете обесценивание вот этой самой важности понимания других людей. Вот. То есть через вот такую модель, через такой подход вы демонстрируете. А потом делаю это. К сожалению. Ну, на мой взгляд, опять же. Так. Дальше. Так. Дальше. Эм. Значит. Так. Вот эту ношу пока откровенно не станет креативной. Вам неприятно. Ну, ладно. Все равно. Ничто вам неприятно. Люблю разговоры с знакомыми людьми. Для меня всегда банальные. Скучные. Мне неинтересно путевая часть жизни. Скорее я не отрастаю, как разговоры работают. Так-то мне неинтересно скучно путевая погода. И в прямых увлечениях и увлечениях. Необравно. Мне вообще почти не осталось сказать. В какой-то степени я с вами согласен. Но сравнят опять же с тем, что вы ни в чем не видите смысла. Вы ни в чем не видите важность. Вы все обоценили? Все это не важно? Где-то обоценивание адекватное вполне, но где-то оно достаточно как бы субъективно. Например, фильм, музыка, что-то позволяет человеку раскрыть свои ценности. Ну, допустим, как вариант. Ровно так же мне стало приватно все стандартные жизненные позиции людей. Свадьба-дети, дом и работа, какие-то семейные разборки, которые куда-то ушли. Я столько слышал от людей, если проблемы, описаны в данном пункте, что сталкиваются, значит, такие они банальные всегда одинаковые. Значит, 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 мне пришлось интересно, хочу ли я себе такие проблемы, нет, хочу ли я себе, да. Вот и парадокс. Не парадокс. Во-первых, вы выиграли на работе, то есть вы выиграли. С выигранием профессиональным ничего не сделали. Второе. Проблемы с проблемами, но человек и семья это всегда проблемы. Люди всегда сталкиваются с проблемами. Это нормальный образец, как они их решают. А жизнь без проблем была бы скучна. Следующее. Почему вы катите семью? Вот так. Зачем вам семья? Так. Но это, честно, все не летает через несколько часов. Ну, это похоже на выгорание, опять же. Так. Представьте, пожалуйста, что он очень хорошо говорит за какими людьми. Так. Ну, это вот, опять же, эта маска, которая сейчас стала, стала более поверхностной раньше. Она, может быть, была более глубокой, но сейчас она более поверхностной стала. Вот. А в ней, как бы, агрессии недовольство. Может быть. Такое впечатление сделать ничего хорошо. Ну, вот. После этого вы будете говорить, что у вас не волнует мнение других людей. Ну, как, как говорится, охотно виру на самом деле нет, потому что, если бы вам было все равно у нас это, но других людей, то, что вы бы, на самом деле, не называли бы, эээээээ. Ну, себя, значит, либо задоверниваете, либо как-то забиваетесь мне в ту сторону, вот, либо вы, значит, когда говорите, что вы ничего не сделаете, хорошо заменяете. Значит, ну, свое восприятие, восприятие кого-то другого, да, то есть, опять же, ну, то, чего, собственно, вы обещаете, обещаете вы от... каких-то стандартных. И вы к этому, собственно, и приходите. Потому что хорошо-плохо можно сделать только очень стандартный слайд хорошо-плохо. То есть, хорошо-люблохо, но всегда, то, что, ну, достаточно легко оценить, вот. Вот такая штука. Оценка. Вот. Ихи. Аааа, что не стандартно, не оценивается. И пока вы находитесь в рамках оценок, ну, как бы, ситуация, она будет развиваться вот по такому критерию, к сожалению, не очень хорошему для вас. Вот. Так что, тут вот такой момент. Ну, и когда вы говорите, что вы плохой или что вы плохой, здесь, в принципе, тоже самое. То есть, здесь, ну, та же самая история, то же самое момент в общем-то. вы себя обесцениваете и натыкаете на те же грабли, от которых вы пытаетесь освобождаться. Вот. То есть, эээ, ну, отказ от стандартного, стандартного чего-то. Ага. Так, эээ, что я плох, а здесь, конечно, замешано на этом негде. Пытывали в рамках оценок делаю, и это не может сделать хорошо, но что вот. Ну, с одной стороны, семья, конечно, конечно. Здесь нужно проработать. Я открою, что родить эксперт на сегодня такой страны, это ваша собственная ответственность. Значит, так. Да что до того, что в 70% я лучше поехал на незнакомом будет, чем спрашиваю у кого-то. Так, ну, да-то, что добавилось, что-то откуда. Ну, вот. Вы знаете, да, эээ, что больше и больше, эээ, в ко... в ко... в ко... в ко... в ко... как-то как-то... Теперь мы С րом, ээ... в ко... в ко... в аз slimе байт . И мы уже боимся, вот, в любом смысле, на тенденциях силовится. Что-то здесь, если не боится оттенки, и эта фобия не отзывается именно из-за страха оттенков. Оттенки к тому, что вы всё хуже и хуже по своим, собственно, понятное дело ощущение, вы всё хуже и хуже делаете, что нужно делать. Как вы думаете, что всё хуже и хуже делаете? То есть это вот вы думаете, что вы всё хуже и хуже занимаетесь там, всё хуже и хуже обходуете там на деле. Например, для тех же ваших родителей, которые на вас надеялись там, что-то, что-то станет и всякое такое. Ну вот, то есть тут, конечно, есть свои нюансы, безусловно. Ну вот, ну, с этими нюансами, наверное, нужно поработать, если вы хотите проблему решить, потому что, ну, семья, она, как бы, поделала на это, вероятно. Я, опять, лучше я не буду делать ничего, я это не могу сделать хорошо, а хорошо сделать я не могу ничего. Потому что, конечно, контекст у такого высказывания, он, в принципе, он, в принципе, всегда один. Хм, да, то есть, давайте, давайте будем смотреть, правда, главное, вот, что всегда подобного рода. Высказывание, они всегда несут, типа, такой вот, комплекс докажем, ну, собственно, вы и пытаетесь доказывать, правда, доказывали, а потом устали доказывать и начали уходить в обратку, ну, то есть, в сопротивление, спасать. То есть, все, в общем и целом, нормально, все, в общем и целом, логично, все, в общем и целом, я бы сказал, правильно. Вот. Ну, другой вопрос, другой вопрос, конечно, что вам, да, что-то вам не легче, и, как бы, ну, не легче то, что я это все говорю, но, как-то не менее. Вот. Ну, это, значит, это, значит, это, значит, это, значит, вопрос, вопрос, да, это именно вопрос о том, как вы, относитесь к тем остановкам, которые вам родители дали. Вот. В частности, даже мама, даже отец. Ну, в каких вы отношениях с ним, с мамой и папой сначала? Вот. А почему у них такая позиция? Ну, давайте, скажем, прямо жестоко. Вам жестоко, жестоко, категоричная позиция. Вот. У этого тоже есть причина. Вот. Всегда постоянно по пременности делать что-то хорошо. И обоценивание, если вы видите недостатки. А поскольку недостатки всегда видны хорошо, но так всегда видны лучше, чем позитив-позитивно в каждой стороне. Вот. Ну, соответственно. Лучше по пременности будет недостатка, чем позитивные моменты. Вот. Позитивные моменты, то есть тяжелее. Ухватив, вот. Легче хватив в недостатках. Ну, и, собственно, вполне успешно, вполне успешно это делать, как мне кажется. Вот. Стоит в некоторой степени вы получили такую вот, такую определенность, когда начали обращать свое внимание на именно вот недостатки. Но, опять же, это все понятно, да? То есть, ничего сверху такого вот. Объединенного в этом нет. Но вопрос в другом. Хотите ли вы работать с этим? Хотите ли вы в этом направлении работать или нет? Если тогда, то, ну, как бы, нужно выбирать специалиста и начинать работу. Вот. Ну, мне кажется, не думается, что в начале имеют функцию вам обратиться к врачу, чтобы он подтвердил или опроверг наличие у вас заболевания, то консультировать у вас мы права не имеем. Вот. Так что, этот момент нужно подсчитывать. Итак, повторюсь. Проблема глобальная проблема. Видится мне в том, что вы объективизируете свою проблематику, вот, а вы выносите ее, вы выносите ее, я имею ввиду проблему, допустим, своей депрессией вы выносите отчего, хотя это никоим образом не отдельно. Это следствие ваших выборов, вашего поведения, вашей активности. психологической. Вот. То есть нужно, не нужно как-нибудь объективизировать, что такое состояние, которое у вас есть, то, ну, не совсем было бы корректно, на мой взгляд. Это, конечно, довольно интересный момент. Вот. Потому что, ну, тестами мало что улучшается, а вот вы себя пытаетесь как-то протестировать, какому-то типу себя пытаетесь отнести. Да, то есть опять же, что вы делаете? Вы, ну, немного, немало пытаетесь повесить на себя ярлык. Вот. Ну, как бы, очевидно, что у вас не получается, потому что даже вы сами признаете, что под тестами не подходят. потому, ну, потому, потому, потому что вы их все знаете. Вот. Ну, значит, вам нужен подход немножко не через тесты. Вот. Если у вас, ну, нету заболевание, что это вы не больные, именно не больные. что у вас нет депрессии, что помочь вам в принципе может. Ну а если депрессия есть, если диагноз подтвердится, то в таком случае конечно имеет смысл пройти лечение медикаментозно, а там уже по назначению врача проходить психотерапию. На этом все, надеюсь что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.